Доброго времени суток, дорогие друзья! Начинаем мы с вами новую кампанию. Кампанию мы будем проходить за Австрию, за вот эту вот европейскую империю. Я хотел за её поиграть, поскольку здесь летмод испанское наследство, то есть мы должны будем воевать против великих держав Франции, Людовика XIV, да? С севера от нас будут шведы и прусаки. С востока нас ждёт не Пруссия, а Речь Посполита и Россия. И юг, соответственно, это Осман. Вот. Поэтому, я думаю, будет интересно. В заморских колоний у нас никаких нет. Торговля. Да, я буду в факторе выходить в торговую, потому что без них никак. Поначалу, потом, возможно, откажусь, ещё не знаю. А именно что касается непосредственно флота. Я не помню, честно говорю, что в Австрии был флот. Прям австрийский, который там что-то мог, громил и так дальше. Поэтому посмотрим. Скорее всего, максимальные корабли, которые я буду иметь, это будет второй ранг. И то, наверное, два судна, не больше. Ладно. Всем приятного просмотра, друзья. Поехали. Смотря на то, что с Османской империей заключён мир, мудрым решением будет сохранить военное присутствие на ваших юго-восточных границах. Например, на территориях Венгрии и Хорватии вам может потребоваться срочно восстановить общественный порядок до удовлетворительного уровня, а также остановить распространение ислама при участии миссионеров. Эти области требуют срочных военных подкреплений. Протестантизм, подобно заразе, расползается по Рейнланду, Ганноверу и Саксонии. И хотя большая часть населения всё ещё исповедует истинную веру, в некоторых местах правящий класс представляют еретики. Если большинство населения обратится в протестантизм, нужно будет захватить их земли и вернуть католичество. Возможно, возникнет необходимость экспансии на север и восток, если протестантская Пруссия попытается объединить германоязычные области под своим знаменем. Если Пруссия захочет разделить Польшу, Россия будет претендовать на её часть. Не исключено, что во избежание этого вам нужно будет захватить Польшу, иначе Российская империя станет слишком сильной. Понятно, Россия у нас как враг рассматривается, да? Ну что, дорогие друзья, давно я уже не слышал такого вступления. Давайте посмотрим наши задачи. Наши задачи – это Стамбул. Так, а в Западная Пруссия, соответственно, в общем, все немецкие земли надо объединить. Это война будет с немцем, и, соответственно, с поляками. Венгрия, Румыля, Брандербург, Венеция, Австрия. Понятно, в общем, что мы имеем. Мы имеем армию, мы имеем экономику, флота у нас нет. Минус по деньгам у нас идёт. Ну, в общем, стандарт. Вот, кстати, меня спрашивали касательно сахара. Вот, ребята, у меня в комментариях спрашивали, почему сахар 20. Вот, посмотрите, начало игры, сколько сахара, 14. То есть, он растёт сам постепенно. Каким образом рост происходит, я без понятия ничего вам ответить не могу. Итого, давайте посмотрим на наших министров. Кто у нас министр? Министр флота есть, морально неустойчив. Какой-то у нас абсолютная монархия. Я обожаю абсолютно монархия. Гений тактики. Меня радует этот человек. Честный и консерватор. Не совсем. Прирождённый банкир, славный человек. Гений тактики и честный. Вот, неизвестно. Так, это у нас суровая репутация, благочестная. Суровая репутация, скорее всего, у нас будет на юстиции. Давайте ещё посмотрим. Суровая репутация, гений тактики. Так, значит, суровая репутация у нас идёт на юстицию. Вот этот вот товарищ, я изгоняю его. И этого изгоняю. Потому что мне на флоте нужен будет флотоводец. Так. Дальше, друзья. Стандартный наш ход, это... Ага. Так, какая-то у нас военная доктрина принца Евгения Савойского. Ну, я знаю, кто такой Евгений Савойский, но почему так рано она пошла военная доктрина. Что тут ещё интересного у нас есть? Больше ничего. То есть, только военная доктрина. Евгений Савойский, если я не ошибаюсь... Если я не ошибаюсь... Это сын... Августа 2-го. Сильно. Ну, если я не ошибаюсь, я напомню. Так, давайте посмотрим, кто у нас есть. Здесь Испания, с которой мы воюем. Папская. Так, давайте по-другому сделаем. С кем мы воюем? Мы воюем с Францией, с Баварией. С Испанией. Ислам и Папская область. Очень плохо. Значит, давайте я предложу союз. А предложить торговлю. У нас есть союз. Превосходно. С Россией торговлю. Мне нужна торговля с Россией. Тысяча монетов очень много, поэтому давайте подождем. Так, я хочу посмотреть, что у меня есть по территории. И что я могу нанимать за войска? Понятно, только как всегда бомжуем, значит, начинаем. И флот у нас начинает найм сразу же индейцев. Не знаю, как я проплыву, но как надо будет проплыть. Дальше. Вот эти два товарища у меня ходят. Фридрих фон Даун. Фридрих фон Дальше. И мы убираем. Вот у нас принц Евгений Савойский. Супер полководец в тот момент. Герцог Мальбур. Ну, не в тот, конечно, уже. Но плюс-минус. Так, что я хочу... Давайте посмотрим, мы убиваем с Баварией. Мне нужна армия вот сюда. В принципе, Евгений Савойский будет двигаться у меня на Баварию. Мне надо либо ее покорить, либо вывезти из войны. Это мои солдаты? Да ладно. Что-то у меня солдат прям дофига-то. Пушку я сразу выбрасываю. Так. Здесь я строю сразу же школу. Вот это вот мне не нравится, конечно, иезуитский колледж. Давай пойти посмотрим, что я могу вместо этого иезуитского колледжа тут построить. Адмиралтейство или семена? Но, к сожалению... Мне нужно адмиралтейство. Понимаю, что здесь религиозные войны будут, но адмиралтейство мне нужно. Алло. К сожалению, агент наш не справился. Первая задача. Давайте задачу на компанию. То есть объединить все немецкие земли. Соответственно, и здесь. Что касательно флота, я не знаю. Флот будем строить сначала вот этот вот. Пытаемся как-то тут выскочить, проехать, проплыть. Не важно. Так, и все же, друзья. Где 100% католицизм? 79. 39. Вот у нас еще здесь, значит. Так, понятно. Вот эти земли нам надо, во-первых, католицизм перегонять. Во-вторых, навести там порядки. Но мы это сделаем все постепенно. Итак, давайте. Россия, матушка, предложить торговлю. Я не отдам тебе Силезию и Башкирию. Мне твоя не нужна. Могу дать тебе богинеты. Хочешь? Превосходно. Осман, который у нас враждует с нами. Предложим с ним торговлю. Пожалуйста, богинеты. Зря отдал Османа богинеты, но... Но есть но. Так. И речь посполита. Мы с ними торгуем по суше. Не хочет нас с нами торговать. Соединенные провинции. Предложим торговлю. Превосходно. Это наши связники вместе с Британией против коалиции Франции и Испании. Дальше. У нас есть врага. Это Бавария. Понятно. Врага Испании. Испания. Предложим мир. Не хочет. И тогда попробуем еще с Папой Римским договориться. Предложим мир. Тоже не хочет. Ладненько. Давайте посмотрим по списку. С кем мы можем торговать. С Пруссиями можем торговать. Пруссия. Технологии мы ничего не можем предложить. Пруссия торговать не хочет. Речь Посполита. Предложим торговлю. Технологии Багинеты. Есть. Нам в любом случае нужна торговля. Франции мы воюем. Бавария воюем. Со всем остальными мы воюем. Да. Итого что мы будем иметь по доходу. 3000 монет мы будем иметь. Первым делом мы атакуем Баварию. По крайней мере я так надеюсь. А там как оно получится. Чёртова. Немец нами торговать. Ну в принципе всё. И сюда мы тоже должны завалиться. Это всё забрали. Ладно разберёмся. Приятного просмотра. Ещё раз поехали. Думаю всё понятно. Пруссия у нас друзья запрашивает союз. Военная. Мы сделаем вот так вот. Новый агент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Трансильвания мы потеряем. Тут даже думать нечего. Блокада порта соответственно. Но эти корабли не можем. Блокада порта нечего 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 нечего. Теперь мы обращаемся к Баварии. Предложить миру прийти в протекторат. Нет. Ну значит нет. Дальше какими... Вот это вот очень печальная вещь. Хотя я не могу сказать, что это сильный флот. Четыре тысячи. Ну дDireшка. Ну да. Дальше. Программа. Забираем наших ребят Четыре датчане начали войну Итого мы выходим в минус 800 монет Да, возможно, Пруссия нам поможет А если мы им дадим 300 монет? Да, Пруссия согласилась на торговлю за 300 монет Спасут ли они нас? Ну, не совсем спасут, но... Наш порт блокирован И я вот не знаю Что делать, не знаю Порта-то другого нас нет Возможно, если британцы сюда ударят Спасут Ну, поехали, а нас это да нет Так, друзья Давайте Трансильванию подарим Подарим мы Трансильванию вот этим вот ребятам Мы Трансильванию не удержим А они вдруг удержат Я считаю, очень хорошо Сколько, если пойдет в сман Он пойдет тоже на Трансильванию Так, в Трансильванию мы решились С одной стороны это хорошо А с другой стороны это очень плохо Так, я вижу же тут османские бойцы начинают двигаться Вот что мы будем делать Мы будем бить по артерии османа Уничтожать порт Я считаю, очень плохое начало Потому что Во-первых, тут у меня бред творится Остажать будем, но без пушек Пушку убираем Все, мы пошли в плюс потихонечку Министры Министры не очень мне нравятся Повыкидываем их Так В чем беда? Во-первых, у меня дают свинец и торговля Винец и тут где? У меня с ней есть торговля Слезник папская область Значит папская Мне нужен мир Предложим мир Нет С испанцами мне очень нужен мир Я понимаю, что мы воюем только из-за этого Испанского наследства Но Здесь я никак ничего не могу сделать, друзья Вообще ничего Это за, можно так сказать Еще ничего не учим Потому что мы косячим, поэтому и не учим В принципе здесь религию мы перебиваем Здесь нет, 46 Здесь потихоньку поднимается католицизм И здесь будем решать с права О, мы не можем уйти, странно, ладно Поехали Мои дорогие друзья У нас сейчас будет бой Они у нас испанцами В бой за ломбарди У них есть артиллерия, у нас нет ничего Поэтому я попытаюсь их заманить Даже вот в эту ямочку Они по-немецки матерятся Давайте посмотрим Войска с артиллериями Да, я думаю, интересно Это будет наском Илья Газбурка Раньше, как мне помнится, Пруссия входила в состав Великой Священной Римской Империи Но была какая-то война Императору Ну, очень хотелось просто повоевать Но армии не было И прусский экс-герцог, если не ошибаюсь Он сказал, я тебе дам армию Но с этого момента Мы будем независимы И вот так вот появляется Пруссия Как независимое государство Ну, и начинает уже Решать свои интересы Отдельно от империи Так, ждем, ждем, ждем Пока наши кавалерии там ездят Неприятель стоит Ну, и мы постоим не ночью Дерзкие маневры, если не будут Проводить Будет кидать всю свою кавалерию нам в смерть Хотя она очень много жрет Поэтому, думаю, может придется их и выбрать Это не с драгу... Драгуны, как мы помним, это стрелки Я надеюсь, может драгуны в спину им стрелять Вот же мы их видим В принципе, можем стрелять в спину Так будет под драгуна Картечки должны Картечку пытаюсь и здесь спрятаться Возможно, картечки не по своему Все, погнали Давай имперские кавалерии С императором в наших сердцах Как нам говорилось С бывшими гартами Попытаюсь водить всю кавалерию Сколько пехота пригляда? Играет музыка к сожалению приходится убегать убегаю потому что не хочу попасть под обстрел пехоты как раз она вот строится ну поверните вы сюда вот же неприятное чувство такой непонятный бойчик у нас будет сам нам надо ходить нас и получили мы зал и читай терялись у кого лет иначе пехоты мы отступаем кавалерия выполнял свою задачу частично то есть мы вражеской артиллерии не уничтожили она как была так и есть но мы сделали следующее мы прекратили ее стрельбу можно так сказать но потеряли всю свою кавалерию мне это как бы очень не нравится да у неприятеля 27 у нас бежал около пятидесяти садик это перемотаю до стычки отключить вообще непонятно к сожалению на сбой не состоялся не успеем показать картину вот то по моему ли герцог мальборо или принцип гениса войскими кажется но я вот точно не уверен россия разорвала с нами торговлю но я не удивляюсь это на самом деле тоже разорвать толку от государств который не может торговать так здесь им запросил бы союз гену пехоту я свою чудо забираю так вот эти вот ребят конечно он портит всю малину всем усилие нашего группиров я думаю мы справимся хотел здесь элитные гвардии есть по крайней мере посмотрим что мы имеем имели тысячи монет плюс 800 монет каждый ход у нас и толком ничего это нам хорошего не дает вообще я бы сказал естественным расторгула всячески договора союзами заключать мы только же не можем нанять войска найти войска мы можем но но есть но 36 ходов до порта наверное ли не факт еще там из хорватии мы должны держать любом случае пират пират папская область с папой за замириться дайте платежи дам 300 монет на вот так как папа короче отмазаться пытаюсь ну ладно сколько тут осталось 3 худо осталось мы поехали идем баварию тогда потому что знаю другого выхода так друзья у меня плохие новости на самом деле посмотрим наши гусар такие новости в том что у меня сейчас будет бой сбал и мне придется после этого боя заключить с ними мир я поясню почему французы разбили бютенберг и теперь то есть с ними буду полностью граничить у них на границе стоит целый стак армии меня нету флота чтобы защищать мои торговые пути раз и меня нету флота чтобы денежку копить строится и так дальше поэтому скорее всего я принимаю решение что мы заключим с ними перемирие либо мир посмотрим что бой пройдет это во первых а во вторых эту всю армия тогда объединенные двину на рим потому что меня до убрать итальянцев поле боя чтобы они не блокировали мне порт и того значу неприятеля есть артиллерия у нас такого и нет она нам и не нужно нас есть холмы нет может не но можно ну может она может это такая в и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 разминаются всех бусары всех под корень пожалуйста венгерские по моему жду имперскую кавалюри всех красиво не формула террористов да между бусары смерти выехали и бусары смерти так русские в общем нет немец скажем так даже на у нас и бюджет у нас так и будет закончиться мы разберем только этих ребят и все не густенько не густенько а а очень жалко потеряли одного гусара все таки кому-то не повезло дико был не его день что нет конных бомбаков Гордирову неприятелю. Ладно, давайте сделаем перемотки, что ли. Так, неприятель подошел к нам, мы открываем стрельбу. Ну, все разрядились, ну что ж, повлили от нас бежать. Ну, в принципе, я думаю, все, тут уже сражения не будет. Посмотрим тогда. Значит, мы заключим, скорее всего, мир с баварцами, я эту армию кину на Италию, чтобы заключить мир с итальянцами, выбить их, вывести из войны. Чтобы построить хоть сколько флота и не пропускать противников к нашим портам. Скорее всего, построить какие-нибудь там шхуны, чтобы они тупо вот стояли и не пускали никого. Но выхода я другого не вижу. Потому что либо Испания нам, либо Франция приплывет, заблокирует все. И что тогда делать? Тогда ничего. И, кстати же, наш агент еще, он тоже подрывает порт Османа. О чем я забываю, конечно. Вот забыл уже на два хода. Но ничего, надо его подрывать постоянно, чтобы Осман не купался в деньгах. Потому что сейчас он соберет флоты и поплывет все, куда там он хочет, на все четыре стороны. Света будет себе плавать, делать все, что хочет. По флоту мы, конечно, не сильные, но плюс-минус я думаю, мы соберем какие-нибудь корабли четвертого ранга. Возможно, даже третьего получится со временем. Но изначально хотелось бы четвертого. То есть мы не морская держава, мы сухопутная. Но на море нам тоже нужен флот. Австрия банкрот. Почему мы банкрот? Почему у нас четыре тысячи мин? Почему? Я знаю. Потому что настало дофига салв. К сожалению, эту территорию я не удержу. Надо она мне или нет? По-моему, не надо. Я дам его голландцам. Голландцам. Фландрию дадим голландцам. В области. Фландрию, прошу. Потому что, ребят, я физически не вытащу. И в банкротство улетел. Вот, поэтому я хочу атаковать. Так, здесь давайте Франция предложим мир. На время хотя бы, нет. А испанцы на время предложим мир. Тоже нет. Варшавский союз появился. Предложим ему торговлю. Ну, вот они попрошли проход. Мне, как бы, не страшно. Так, все с баварцами. Господа баварцы. Мне нужен мир и выйдет в протекторат. Ой, как хорошо вообще. Баварцы вообще красавчики. Еще есть симпатия к нам. Вот, молодец. Нефиг с французами писать. Так. Мне нужна Генуя. Господи... Жагенуя. Военный союз у меня с ними. Ой, это... Это совой, а Генуя? Союз я не могу. Почему? Потому что их союзники папской. Теперь я армию бросаю сюда. Ну, ребят, не обижайтесь за Фландрию. Возможно, мы отобьем, но мне надо было сдать. Я ее в любом случае не удержу. Франция сюда нанесет удар. Хотя, мы могли бы здесь нанимать корабль. Вот это я не подумал. Ну, ладно. Что имеем, то имеем. Ломбардию мы получили. Ломбардию мы получили. Сейчас мы ее отремонтируем. Солдатиков мы восстановим. Что мы будем иметь? Тысячу монет дохода мы будем иметь. Это хорошо. Подождите. Если мы имеем ломбардию... Ломбардия соединяется с нами вот так вот как-то? А что если мы с этими ребятами расторгнем торговлю? Вот так. И заключим торговлю опять. Что-то я нажал, я не прочитал. Да, да, да. А теперь мы с ними торгуем не через порты. По-моему, да? Давайте посмотрим. Генуя. Генуя, генуя. Да, мы с ними не через порты торгуем. Начинаем совое расторгнуть. Совое. Разрыв торгового. Окей. И предложить торговлю. То есть мы торгуем не по морю с этими ребятами, а вот через ломбардию. То есть они нас не могут теперь перехватить. Смотри, сразу две тысячи у нас выросло. Вот, вот, вот. Сейчас мы потихонечку... Потихонечку мы что-то предпринимаем. Так, вот эта армия может двигаться вот сюда. Что мне нравится? Здесь идут бунты, понятное дело. Так, ну здесь мы с этими ребятами всеми торгуем. С варшавским, из Польши. Ну, кстати, Львов-то была. В принципе, я теперь доволен. Две тысячи у нас доходов. То есть мы это все сможем подремонтировать. И армию двинуть вот сюда. Так, по-по-римски. Я предлагаю тебе заключить мир. Пока моя армия не пришла. И торговлю с тобой. Хорошо. Ты не согласен. Превосходно. Министры. Мне нужен министр флотоводец. Есть ли такое? Нет. Есть министры бомжи какие-то. Бомжи ему. Сюда ставим. Позоренько такие. Поехали. Так, вот эти... Товарищам я забываю делать диверсию. Она очень нужна. Прям жуть очень как. Ребят, две тысячи у нас. Теперь по-по-римски. Предлагаю тебе мир. И торговлю. Нет, значит будем драться. Так, здесь. Ремонт. Армия восстанавливается. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Циркушечку я бы... Отменили мы казарму. Дальше. 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 Коблетаем с Соединенной Провинции. Да, это блокирует порты наши. и на провинции нет смысла с ними даже торговать разрыв торгового а здесь будь седру и да типа те почему давай торговать чем и так не торгуем равнодушие к нам ахмеда так давайте тогда счет этих приближу испанцев нет кстати испанцы нет санский флот венеция с нами что венеция в союзе с папой наверно да да с папой то есть если мы с венецией закорешимся на давайте нагнать дальше сейчас будем строить что-то казармы что-нибудь интересное как говорится там этого я и боялся откупиться я не могу к сожалению буду звать всех своих союзников на помощь кто меня кинет меня кинула британия ганновер и своем провинции пришла совой на помощь пруссия саксонии бавария то есть немцы поддержали да ну почти все нем спасибо вам немцы ну теперь мне даже забраться с итальянцами и армию быстро гнать сюда жесть конечно бегать будем туда-сюда ну по-другому с османом нельзя видел так голландцы нас кинули ганноверцы британцы кинус маны тоже объявлен так мир с османами сразу же по предложу вот так вот я не думаю что не согласятся но и правильно значит теперь с итальянцами предложить мир они требуют денег нет я вот так вот предложу мир знать бы мне сколько у меня время так министра флотоводец нет ни футоводец я понял свою прощу с 3000 мать друзья стоит ли рима надо 2000 монет я думаю стоит ладно предложить мир торговлю несем ударов отсюда побольше не будет выход у нас к морю а здесь мы наймем что мы можем нанять вашу дивизию 999 тысяч 2000 корабля 6 ранга 2 голланд с нами 1 хотя бы 4 500 торговли пошла на красе матушка ты нас посылаешь я понял перес афинидов воюет с османами османским воюет вот с этим всем зон красавчик так пробуем с голландцем даже торговлю запросить союз голландцем торговлю до свидания отменить разы торговли британцы британцы запросить союз вот уроды так ладно испанцы 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 антипатия предложим так торговля идет идет 5000 нас дохода вот теперь мы что-то можем что-то что-то мы можем теперь я думаю здесь конечно мы 2000 просрали но ничего тем самым мы лучше ли свое положение запросить союз с венеции есть союз венеции гена запросить союз гена и нету папа римские антипатия союз не хочет в принципе в принципе в принципе в принципе нормалек большие армии к нам идут как обычно что у нас до штыков четыре хода до штыков и наверное мы будем нанимать здесь уже ребят получше так и здесь тоже срочно будет наниматься саксонцы саксонцы здесь будет а эта армия пойдет вот сюда должны будем занять в боснии пусть как мы займем босния будет еще один порт я думаю это будет очень позитивно поехали друзья вы началась война с бусурманами османы бусурманы недолго музыка играла вот что происходит друзья на нас пошел август 2 на ваш мало шведа правильно хочет еще у нас территории по забирать он заберет он красавчик потому что мы моим сейчас с османом помните что прошлый раз было то и будет в этот раз зовем опять на помощь всех своих союзников друзей и нам не помогла саксония вступили против августа бавария венеция соединенной провинции пруссия сово я пруссии спасибо большое как раз я думаю на мне поможет а может нет и еще лучше друзья на нас геннесская республика за в 5 секций союзников бавария венеция присоединилась саксония пруссия совое спасибо вам друзья и того давать польшу нас армии здесь не бавария венеция Так, ребята, я отменил и нанял сразу два, чтобы так было лучше, допустим, так речь бесплатная, где она напала, понятно, все напали, все напали, все напали, здесь я надеюсь на Венецию. А здесь, скорее всего, у меня жопа, а если жопа, это плохо, тогда я с этими смогу торговать, все, флотик появился, значит, смотрите, какая у нас задача, здесь выбить неприятеля и заключить мир, будем кусочками отхватывать. Что касательно Польши, Польша пойдет сюда, я думаю. Здесь я надеюсь на Савою, что Савой их даванет, и на Венецию, ну или нам в задницу, погибнет наш тогда, ввиду фон Штархенберг, он будет до конца броняться. В принципе, 4-100. Сейчас еще грабить тихонечко. Венеция тут, я думаю, мне поможет. Флот вражеский, она остановит. Так, 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 друзья. Злобные поляки. Ну что, пошли, Польша мы отомстим за это гнусное предательство. Когда-то они Вену спасли от Османа, а тут с Османом под шмок решили на нас напасть. Так, насаждаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да-да. Так, отойти на этот холм. На этот холм отойду, я их заманю на холм. Кто-то кигорское ополчение мне не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, немножечко не этого я ожидал. Я ожидал, что две армии нападут, но это дальше пошло. На Вену идет. Значит, мне надо будет разбить эту армию, захватить этот город. И сразу же двинуться вследом. Ну, я думаю, это будет следующая у нас уже серия. В принципе, Евгений Собойский, я думаю, справится с этой задачей. То есть, разбиваем этих товарищей, отбиваемся от этих. И наносим удар у Сина. Всем спасибо, кто был с нами. Вот какие вопросы, пожелания, пишите. Не болейте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok